внимание экстренный выпуск в эфире программа закон и порядок прямой эфир надежда с экстренным выпуском здравствуй надежда что случилось будь добра объясни пожалуйста здравствуйте все уважаемые зрители здравствуйте все подписчики канала закон и порядок я сегодня с экстренной но достаточно приятной новостью я хочу сказать вам о том что данная новость была дана нашему каналу как эксклюзивное право чтобы мы самые первые они сказали но поскольку и ребята с канала были на митинге сегодня и другие ребята я смотрел все стримы из разных городов и везде старалась писать ну то есть скажем не могла сразу прям выложить все как есть сейчас пришел вечер я имею полное право валерий вас сначала давай немножко кусочек видео покажем а что это за видео откуда это видео это видео с 23 февраля ясно внимание тишина в студии и содержание уже за люцией новой за электронной так надежда да друзья значит пусть вас не смущает здесь действительно говорят на чеченском языке перед вами два человека вот в папахе повыше вы видите закаева ахмеда халидовича и саид амин ибрагимов человек вот пониже в очках эти люди правительство республики ичкерия что сделали эти люди я расскажу вам дело в том что 23 февраля вы уже знаете о том что я призывала к тому чтобы поддержать петиции да и спасибо огромное тем кто подписал я об этом чуть позже еще скажу 23 февраля в 15 часов по европейскому времени по ряду городов европы прошли небольшие но прошли марш и митинги тех людей которые неравнодушны к судьбе россии к истории россии современной истории россии прошли эти митинги и закончились эти митинги замечательным событием очень важным для каждого из нас правительство республики ичкерия подали заявление международный трибунал гаги заявление на владимира путина в обвинении его в терроризме и это заявление было принято я с радостью вам об этом сообщаю потому что было много вопросов у зрителей когда я поговорил о том что собираются подавать и 22 вечера выдала эту информацию что вот вот ребята завтра вот это событие произойдет меня спрашивали но у них же могут не принять здесь две приятные новости во первых международное сообщество признала республику ичкерия соответственно как члены правительства республики эти два героических человека которые отстаивают свою родину отстаивают права своей родины они на полном основании как руководители правительства смогли подать заявление перед вами сейчас на экране эксклюзивные фотографии это проект заявления который подан в гаагу у нас есть две фотографии одна на французском другая на английском языке мне обещано что будут у нас в электронном виде так чтобы можно было прочитать все что там написано с переводом на русский язык у нас весь материал будет вот пожалуйста обратите внимание сайт амин держит и брагимов да держит показывает и он лично пообещал мне что у меня эти документы все будут мало того сегодня друзья эти люди дали полное нам эксклюзивное право для того чтобы мы выдали эту информацию самыми первыми первыми для российского населения чтобы вот вот именно наш канал но так случилось что сегодня у нас с вами был во многих городах проведен марш немцова и поэтому все ребята блогеры были заняты они снимали марш но в любой ситуации я выходила и писала писала всем людям неравнодушным что ребята положительно суд принял заявление ну а теперь я хочу рассказать так что же некоторые писали ну а ты что где гаага где россия путин туда во первых вы должны понимать ситуацию таким образом если на человека подано заявление в международный трибунал то есть как на военного преступника значит он сейчас не имеет права идти на выборы это первое второй момент в заявлении указано то есть она составлена следующим образом либо гаагский суд должен признать что никакой войны в чечне не было вы прекрасно знаете что доказательств огромное количество и это бесспорный вопрос если была война то значит путин террорист то есть получается в случае то есть будет будет суд призовут ответчиков призовут свидетелей да на этот международный трибунал это достаточно серьезная вещь вы должны понимать что именно в гааге судили всех международных преступников которые гаагский суд ребят это как нюрнбергский процесс одежда еще раз я переспрошу я не совсем понял как это получается если на человека подали в гаагский суд он не имеет права баллотироваться до представляешь это сейчас на самом деле ты свершила революцию это получается путин не проходной все вспомните когда алексей навального на каком основании ему запретил цик участвовать выбора то значит сейчас под судом под следственный володя путин теперь остается только сочувствовать все ребята они же забили на есть печи по ребятам сейчас покажу даже материал не буду отвлекаться дело в том что именно правительственным правительством путина то есть за его время президентства были подписаны ряд международных договоров ребята распространяйте это видео надя надя ты молодец ребята срочно порядке распространяете это видео все нету возможности теперь у володи нас гнобить наконец молодцы чеченцы молодцы вот это да вот это да господи гага печали молодцы ребята наконец-то этих людей за их смелость и когда мне кто-то там начал говорить о том что ну что вот это же чечен это ребята мы с вами на самом деле россияне по ряду причин не всегда можем состыковать у нас должны быть определенные полномочия для того чтобы подать мы должны быть как правительстве там это государственная дума могла или совет федерации но вы же прекрасно знаете что они этого делать не будут это заявление подали члены правительства признанной республики ичкерия за то что на территории их республики человек развязал национальную рознь человек развязал войну он спонсировал терроризм вы понимаете это получается мы зарегистрировав сейчас как сми это заявление и сейчас пойдет по сми везде в европе в америке в господи это получается что официальное заявление в гаге теперь предотвращает все муки наши ладья понимаете и заявление составлено следующим образом будьте внимательны пожалуйста гагский суд вынужден ну то есть рассматривать что вот так если путин доказывает что войны в чечне не было а это невозможно тогда ему нужно доказать что псковские десантники вы помните до погибшие до доказать что инвалиды чеченской войны ребята сколько погибшие что этого ничего не было понимаете он в тупике ребят он в тупике это праздник на самом деле и маком преступлении сейчас кроется надежда это все ребята это все надя какая ты молодец ну я то тут пришел это понимаете ребят я еще хочу сказать вот одну вещь обязательно попрошу вас вот о чем 22 числа я обратилась ко всем кто-то мне там сказал ты такая была эмоциональная возбужденная но я действительно волновалась потому что если бы суд не принял не принял у ну скажем не признал бы правительство очкири не принял бы это заявление по каким там у нас бы не осталось шансов их было бы очень мало а сейчас у нас ребята у нас огромное количество возможностей и единственное что мы сейчас с вами должны сделать россияне дело в том что и сайт амин и ахмед халидович они в курсе того что мы собираем подписи по под петиции то они в курсе было мало времени и слабенько еще распространялись я знаю что огромное количество людей которые хочет подписать петицию мне писали я сидела ночью отвечала на получала ваши записочки отвечала на ваше послание я знаю что у вас достаточно много но люди боялись потому что ну вот подписать петицию там в сб будут смотреть и так далее я вас всех понимаю очень пожалуйста зарегистрируйтесь под каким-нибудь другим ником или еще что-то зайдите ко мне на страничку фейсбуке подпишите в эту петицию и эти наши с вами голоса пойдут в поддержку потому что через несколько дней мы узнаем на какой день будет на какое число будет объявлено заседание суда и эти подписи наши с вами подписи от российского народа которые не согласны с тем чтобы этот человек был в правительстве чтобы этот человек дальше нами правил мы с вами знаем прекрасно сколько ужаса натворил этот человек это преступник государственный и мы с вами россияне сейчас имеем полную возможность полный шанс показать всему миру пожалуйста вас очень прошу зайдите ко мне на страничку в фейсбуке белого надежда или напишите мне в почтовый ящик белого надя собака яндекс точка ру я постараюсь вам переправить где эта петиция распространить ее если ее увидели пожалуйста поделитесь с друзьями и и нужно продвинуть как можно больше подписей я думаю что в стране даже если нас сейчас осталось 90 миллионов я думаю что 4 5 10 15 миллионов подписей мы собрать с вами можем конечно я понимаю что фейсбук начал глючить я по ним причем кстати вы помните да это случилось после заявления 22 числа фейсбук начал в стране глючить это взаимосвязанные вещи ребята мы с вами страшные для этой власти они нас боятся понимаете и я вас очень всех прошу пожалуйста поддержите петицию эти два смелых человека которые отстаивают свою свою родину защищают свою малую родину любыми способами да они находятся за границей да они сохраняют свою жизнь ради борьбы и я честно вам скажу вот этот человек который сейчас на вашем экране невысокого роста в очках вот этот человек удивительный саид амин ибрагимов удивительный добрейшей души человек до такой степени был возбужден от того что произошло это событие заявление приняли что выходя из здания ребята у него случился микроинфаркт представляете до такой степени человек всю свою жизнь вот последние годы отдал вот этому событию когда сегодня мне утром передали все эти материалы да я думала у меня самой случится инфаркт от осознания той радости которая представляешь что это означает чисто по законодательству путин теперь это уголовник законный уголовник он имеет право даже теперь баллотирует все ребята дай бог срочно в порядке все сми должны об этом знать гага принял заявление наши хоккеисты победили а ты чё тут пишешь ребята одна единственная фраза мне понравилось конечно же наши спортсмены молодцы но теперь то мне понравилась одна единственная фраза там было написано если наши начали побеждать в хоккей значит россия и будет свободной это мне очень понравилось надежда еще раз в эфире программа закон и порядок надежда с экстренным выпуском заявляет о том что гагский суд принял заявление на владея владимировича путина о том что есть состав преступления путин обвиняется в терроризме путин не имеет права баллотироваться на пост президента пока не расследуется это уголовное дело господи надя надя вот это да друзья мои я обещаю держать вас в курсе событий очень прошу вас перепостить это видео пусть все люди которые а я знаю их огромное количество по стране наших единомышленников тех кто поддерживал наше движение тех кто меня поддерживал лично и добрыми словами делился я сейчас очень рада сказать вам друзья мы все таки побеждаем понимаете мы все таки не зря все это прошли то слово я очень прошу я очень прошу мне сегодня знаете было так я так хохотала честное слово ну вы же знаете что у меня там 205 стача терроризм я сказала ес Володя теперь вы с тобой подельники только ты не меня судил это да международный суд а меня международное сообщество защищает и в этом разница я очень прошу всех пожалуйста передайте пожалуйста в СИЗО передайте пожалуйста в тюрьмы эту важную информацию я знаю что огромное количество людей которые сидят больше двух тысяч политических заключенных они будут рады они почувствуют запах свободы они поймут что мы все таки побеждаем и что не зря они там столько времени в этих тюрьмах я вас очень прошу найдите возможность передайте пожалуйста пусть все знают о том что произошло надежда здесь прислали видео да видео стих какой-то да стих стихотворение а да я валерий я хотел буквально две минуточки потому что сегодня действительно огромное событие еще произошло в стране и я сейчас хочу объединить две вот этих радости и вы поймете что выступление 22 февраля было совсем не зря я имею ввиду когда сказала ребята у нас появилась возможность в ленте новостей сказано в москве марш немцова прошел без эксцессов да но ребята смотрите какая ситуация в петербурге центр допрашивал активиста шипицына владимира который до сих пор находится в отделении полиции номер один я прошу вас пожалуйста дозвонитесь узнаете говорите с этими центром беспокойтесь о судьбе владимира шипицына как он что он чтобы чтобы каждая полицейская сволочь знал что мы своих не сдаем я сейчас еще вам скажу попрошу да артема гончаренко оставили до суда в отделении полиции по статье 20.2 повторное нарушение проведения митинга вы помните в петербурге в окошке появилась уточка на да 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 вот это был артем гончаренко это он эту уточку выставил и его тогда прижали но это прошло мимо нашего внимания и сейчас этого человека оставили в отделении полиции прошу вас пожалуйста дозванивайтесь узнавайте мучить этих полицаев потому что когда человеке очень много интересуется они побаиваются применять какие-то меры нехорошие поверьте это испытано на мне на самой испытано они да и чай принесут и водичку подадут и в туалет вовремя выпустят то есть они начинают побаиваться я вас очень прошу не оставьте ребят пожалуйста так значит данила двинских задерживали с плакатом борись и уже отпустили с тверского вот это было в москве владимира ратникова националист ру руководитель организатор также держали в тверском за баннер русский проснись русский борись и еще будет разбирательство по поводу этого баннера русский проснись русский борись считается экстремистским баннером но я хочу передать владимиру ратников огромный привет это действительно отражение того что мы сейчас с вами чувствуем в воронеже у организатора митинга марш памяти навального александра желтухина провели обыск причем такое скажем с давлением и четко ясно указали прекращая этим заниматься но я знаю что александр не сдастся воронеж мы вас приветствуем и больше всего меня очень порадовали ребята из екатеринбурга я честно скажу я знаю тех ребят и поэтому с радостью сейчас новость пусть екатеринбург будет всем примером всем 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 на митинге в екатеринбурге полицейские пытались задержать двух человек сотрудники министерства общественной безопасности олег малышевский и его коллега владислав щетинин потребовали чтобы полиция задержала человека с флагом украины александра титова но участники митинга не дали это сделать убедив полицию что титов не совершать ничего противоправного затем полиция хотела задержать организатора мероприятия валентина каренбляса но также люди не дали этого сделать понимаете они свои мы своих не сдаем мы своих не отпускаем и я точно знаю что ребята из екатеринбурга вдохновились этой идеей что будет подано заявление в гагу они знали они ждали они ждали результатов и уже поняли сразу они сейчас поняли уже сегодня днем еще не зная что в гаги суд уже принято вот положительно скажем положительная реакция произошла вот трибунала они не знали но они уже твердо поставили свою позицию и своих не сдали ребята этот переломный момент в нашей с вами судьбе наступил я прошу если будут юристы во второй половине программы там пожалуйста звоните консультируйтесь или точнее даже высказывайте свое мнение по этому поводу юристы мы будем обязательно ждать вас в курсе всего алло слушаю вас Валерий Иванович я продолжу пока ты отвечаешь на телефонный звонок друзья мои мы обязательно будем держать вас в курсе всего и вот эти два прекрасных человека которые вдохновились нашим с вами порывом вот наши с вами петиции вот этим нашим стремлением в поддержке этого маленького народа который стал впереди всей россии защищает свои права и защищает нас с вами и они будут давать нам всю самую свежую информацию поэтому зрители канала закон и порядок будут узнавать все в первую очередь когда сегодня я много раз пыталась вернее выкладывала эту информацию в прямые чаты стримов меня несколько раз банили у ребят глушился интернет но ничего у наших врагов не получилось россия узнала о том что у нее появился шанс шанс освободиться от ерма но а сейчас я бы хотела завершение этого ролика поставил попросить да вот это видео она называется когда мы вернемся видео имеет отношение чеченском роду которая 20 23 февраля по 9 марта 44 года было в огромных количествах вывезено из республики уничтожено но душевные слова которые слова которые вложены в это стихотворение они сейчас отражают как нельзя лучше не только интересы чеченского народа я знаю что все мои соратники которые сейчас находятся за границей которые вынуждены скрываться потому что от прессинга полиции они сейчас проникнутся этими словами когда мы вернемся все будет совсем по-другому и наш враг затрепещет когда мы когда мы вернемся тем кто не хотел чтобы мы вернулись когда мы вернемся домой всем народом придется вам вспомнить откуда мы родом придется вам вспомнить откуда вы сами незванными здесь объявились гостями как станет не в мочь быть послушными псами мы милости вашей просить перестанем мы гордость свою вековую припомним от скифов и тавров ведущую корни когда мы вернемся а мы все вернемся однажды в степиль в горах соберемся и весело с музыкой справим поминки по вашим указам по вашим дубинкам по сказочкам вашим о дружбе народа в то время когда нас лишали свободы лишали отчизны надежды и бога мастя из развалин мечети и дороги по вашей удобной сговорчивой правде пайками оплаченной верности ради по вашей оплеванной внуками вере что можно народы казнить для примера когда мы вернемся поклонимся в пояс тому кто хранит еще память и совесть кто нашим тиранам не пела лилую как старшему руку тому поцелуем с того кто нас подлинка травит поныне мы маску народных ременителей снимем и пусть они глянут в лицо нам открыто не прячись за власти худое корыто когда мы вернемся все будет иначе этот кто нас топчет пусть горе заплачет как плакали наши отцы на чужбине когда матерей своих там хоронили когда мы вернемся земля наша вскрикнет и духов своих по ущельям окликнет вернет родники к долгожданным истоком и пепел отцов возвратит их потомкам мы слезы утрем ей прощение попросим и слово дадим что вовеки не бросим по воле своей ли чужой ли как прежде ведь в ней наша память и наша надежда мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили не всем этот путь оказался по силам но даже кто падал тот знал мы вернемся все вместе под небом родным соберемся и и Субтитры создавал DimaTorzok